что там у нас добавили по итогу созвездие рераса созвездий почему-то у меня кстати на вольпере нету возможности рераса вот чтобы изменить персонажа это ник или пол и я чуть не понимаю немножко вроде как должны были рерас сдать что мне дали не пони немного не понимаю а это как будто бы у меня уже было все извиняюсь знаки зодиака дали возможность поменять ой-ой-ой-ой как тут всего насрано давай еще и создание персонажа где посмотрим так допустим я хочу создать эльфа бездны допустим приз какой-нибудь так тут есть созвездия разные у меня открыты кто у меня у меня закрыт дтж у меня закрыты зеленый днэй эридар и зондалар у меня открыты еб и найтборна правильно я хочу эльфа бездны белое это все обычно я так понимаю созвездия да это рация подожди а почему тут почему их называли созвездиями знаки зодиака и созвездия короче это одно и то же ладно это что-то разное и ты просто выбираешь расы выбирая вот так вот тыкаешь тыкаешь вот где-то здесь нэшка сова вот такая вот все понятно активная способность я думал их можно как-то комбинировать но по сути ты просто выбираешь либо расу ну короче расу картинку выбираешь себе и потом раз выбираешь все как бы понятно окс дальше 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 сверху у нас получается обычная снизу золотые то есть то что мне открыто оказывается но она не заперта так сказать вот этими штучками ну как будто бы окей ладно давайте даже создадим посмотрим как это будет выглядеть создам креста с найтборн способностями сейчас у меня должна быть найтбор способность это ресурсы 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 ну-ка как это выглядит ну-ка кстати сразу она не появляет способности способности придется самому выставлять а вроде бы при обычном создании без зодиака всей это фигни способности сразу выкидывал на панель ну в общем да это найтбор способности все правильно она пока валим отсюда так дальше то есть нам дали возможность поменять то что вам угодно то есть например мне не нравится вольпера способности я бы хотел себе например таурена правильно как будто бы вроде когда сейчас реворкнули до чж поэтому как будто бы корову даже имеет смысл выбрать где здесь корова кстати вот корова я так понимаю да на сурханта юзайд как я помню корову и в общем можно принять созвездие бк ну или поменять туда-сюда кстати они как будто бы раскиданы на рандом не не понимаю пока что или слева направо альянс орда няня няня няне рандомно короче раскидана не слева направо там где-то альянс где-то орда они раскиданы просто по приколу рандомника ну ладно хорошо с этим все понятно так теперь что у нас идет дальше дальше изменения до чж до чж вроде как ослабили сейчас им убрали крит перед шанс что-то подобное убрали короче у них было один с процентов дополнительно дпс и стала я не могу кстати пкм нажать на расу раньше можно было пкм нажать на расы ну вот как со с классами теперь нельзя ты обязательно должен выйти далее нажать и последить уже способности которые ты хочешь ну как будто бы это конечно логично но стало немного проблематичные оттыкать это все это неудобно я думаю сирус должен вернуть эту возможность то есть то что ты ты конечно расу и смотришь ее способности и потом уже ищешь потому что среди вот этого ну как бы сказать вот это вот созвездие это очень неудобно посотыкать вот это вот то есть мне было сразу все понятно так вот тут альянс люди дворфы вот туда-сюда вот что это за колесо непонятно но нас нас рано просто очень неудобно вот я нажал пока мы сразу смотрю так чем не надо бусинка по фасту а тут вот типа нажал сюда фиг пойми что тут читать как-то типа ты открыл пкм сразу все читаешь тут неудобно сделали пусть вернута способность лучше пока мне имеет смысла больше нажимать так что у нас дальше но дачи же фиксанули дачи же где у нас это это с дренея это на эдборда вот дачи же им фиксанули крит урон по моему множитель крита ауру оставили входящий исцеление носимый урон им короче должны были крит по уменьшить на 1 процент убрать эту штуку и крит урон уменьшить на два процента то есть убрать криты и убрать крит урон типа подрезать дачи же должны были в остальном их не трогали это сделано для того чтобы ну и они были не такими бомбами по идее ридары теперь не такие слабые то есть дачи же имел один процентов урона грубо говоря ридары имели сколько дать почитаем 2 процента крита аурой крит удар 2 процента скорость произведения но будем грубо говоря 4 процента иметь дальше фрагмент души это у нас фигня сопрот это такое себе дело повысить урон и 4 процента то есть у нас на видали было около 10 процентов как будто бы ридар сейчас но очень хорошая замена дачи же на самом-то деле как будто как будто бы очень даже неплохая такая замена плюс блинг дополнительно очень приятный плюс сопротивление которые в рейдах очень приятно иметь в общем-то да слишком приятная ридара теперь иметь фрагмент 2 процента дает просчитай фрагмент души освобождает всю содержащую у него мощь усиливая себя на краткое время наносим мы вами урон эффективность исцеления повышается на 4 процента получаем урон на 4 процента снижается так и так подрезали с процентом крита и 2 процента крита короче дачи же подрезали и ридары теперь имеют смысл какой-то как по мне третью пассивку фрагмент души нанеси мы вами урон эффективность ли не повышается на 2 процента а вот это что такое путь возвышения короче не совсем понимаю но и ридары как будто бы уже не такие уж и плохие так дальше что нам-то хотелось посмотреть дтж пофиксили раз созвездия поменяли туда-сюда два давайте тысячи посмотрим я считаю что ридары не имеет смысл теперь и поменялись при ты 4 еще сверху что там ст4 ну-ка такс мутики ликвидация если я правильно все понимаю мутик если есть один осколок она пассивно до 2 процента понял то есть один осколок надо всегда иметь так бонус двух метров более не увеличивает время действия отравления вместо этого отравления подражения насти дополнительный урон под ваш рваный рэн и получи яд срывает срывали это поршение за мультиков не шарю сразу за разбойников не играл бонус двух метров себе дополнительно повышает срабатывание символ коварного удара до 100 процентов три комбо поинта разбойники просчитают я ничего не понимаю что там добавили не добавили паладины божественная буря носят 200 процентов урона восполняет процентов раньше было 375 понятно ретлика подфиксили можно дальше не читать как будто эхо удара войны с это теперь игнорирует броню цели опа на опа на божественная буря теперь игнорирует броню цели рпб на ретлика не имеет смысла теперь собирать но при этом как будто бы их и подфиксили и подапали одновременно ну посмотрим как это будет на деле так паладин защита повышает искра света больше не повышает уклонение парирование теперь дает 3 процента вынослиться за заряд нифига себе так это об жесткий искра света теперь снижает урон противникам только на 5 процентов раньше на 7 ну я считаю все равно подапали протопалов они стали жирнее искра света вроде трижды а полосе по итогу ты 9 процентов хп я так понимаю имеешь не снижаешь урон на на плоде не очень вкусно так дальше шп мгновенный урон темное сокрушение примет 10 процент скалирования силы заклинания раньше 50 процентов кстати очень сильно в плане ты теперь будешь на полгороде всяком моментально бобов как будто бы вырезать то есть это швдшка у кто выносил ты здесь копать прибудет 1040 выносить принять и без наиме эльфам бездны имея будет смысл сразу 2 швд закинуть как вариант так африлок бонус двух элементов в дополнение к прошлым эффектом теперь наносит дополнительный урон равный одному такту при наложении нестабильного колдовства афликов видимо апнули потому что ими никто не играет до об афликов какой-то нестабильное колдовство разведающие колдовство пагуну и восторг больше не усиливает блуждающий дух вместо этого пушает урон нестабильного колдовства пагубный на 40 теперь 13 секунд раньше один с и целая тьмы по нгновениям тьмы даже урона стрелы тьмы снижен так и хапнули или пофиксили не понимаю так пошли дальше аркан маг бонус лекометов больше не повышает физический урон статистических стрел раньше 10 процентов магический импульс и премии 17 5 процент скалирования от силы заклинания раньше 12 5 бонус двух предметов все ли дает гарантированно активации загрузительных стрел при четырехкратном суммировании не понимаю аптали или пофиксили надо тестить что за 10 процентов я немного не понял так ссылка в дискорд на в дискорде есть на т4 бонус четырех предметов частично переработан теперь болезни не могут вызвать срабатывание мрачения вместо этого перераз 10 секунд значение уменьшается количество скорости 4 предмета переделаем холи дк не играл на холиком также без понятия крестор шаман эхо служители теперь имеет радиус 15 метров раньше 8 метров аршама апнули эхо служители земли теперь имеет такт равный 3 секундам раньше 35 было окей эхо служители это по-моему у нас щиточек щиточек будет хилить чаще и больше радиуса захила будет у него то есть сейчас теперь кидаешь щиток на танка с земли и миликов скорее всего будет теперь прилетать нормально кпс окей бонус двух предметов дополнен время восстановления пп снижена 6 на 60 секунд а имеет один дополнительный заряд эффекта опа два заряда эффекта моменталки это что получается мы улетаем на профе я отдаю две ппшки пске и в фрейд фуловый ну слушай довольно неплохо ржавы могут заиграть на самом-то деле это считай как массакра будет тоже очень сильный есть шаман так или элем элементарь будет переделиться двадцать одну секунду раньше 20 что это за 21 секунда 20 там чуть-чуть его выпилили еще это такое смысл этого по 1 статический шторм теперь повышает урон выброса лавы на 7 процентов за заряд раньше 15 упа окей 24 вроде как этапает так маг огонь метеор теперь имеет приоритеты цели аналогично темному сокрушению жреца тьмы окей ничего не понял но очень интересно не у меня нет фаер мага а вдруг исцеление переработали смотрю очень сильно что рестор друи добрать в рейд не очень сильно хочется ну типа он дает бэр и все смысл с его буду с двух метров полностью переработан время установления пса снижена на 90 секунд и активация дает вам 5 зарядов милости кенария на 30 секунд каждый из которых позволяет произвести пп мгновенно ухтыж вы нажимаете пску и под ней 5 пп шик вы даете моментально ну довольно интересно во что это можно вообще использовать зачем мне нажать нажимать пс чтобы завязать ее пятом станка а зачем когда у меня с холипал в рейде который этим будет заниматься ну как будто без понятия ладно лучше бы чуть другого придумали туши делать из бревна холипала без частицы но это это мем применение примененная таким образом пп накладывает недостающий эффект физического исцеления а его исцелению лечиться недостающий эффект то есть вы омоложение имеете ввиду или что туризмическое исцеление хоть прямо сейчас смотри и тестируй давайте даже посмотрим в игре как это выглядит на самом-то деле немного не до конца понял чего чего приоритет наложения ход если 0 ход то омоложение восстановление по одному стаку жизни света вплоть до трех омоложение приоритетнее восстановление восстановление приоритетнее жизнь цвета окей если на игроке уже была охота она скипается и вешается новая то есть если висит омоложение 1 пп сразу повесится восстановление далее жизни цвета если на игроке есть восстановление то повесится на умоложение поскольку восстановление уже висело ранее От второго ПП и далее будет жизнецвет. А смысла жизнецвета? Бонус четырех предметов. Полностью приработан. Омоложение мгновенно останавливает здоровье в размере до такта. При наложении таланта ободрения. Так же зарабатывает тут же. Такс, хорошо. У меня есть рестардруид, сейчас протестим. Мы прыгаем в бревно, а омоложение первой же ходкой моментально меня захилит. Первой же тактом, раньше не хилило. Ничего не понял. У меня не захилило как будто бы. Как будто бы я из-за хила только что не увидел. Точно мне как будто бы где-то обманули. Чё-то 3500 прилетело аж. Тут я не понимаю немного. Или это будет когда-то? Омоложение мгновенно восстанавливает здоровье в размере одного такта. При наложении. При наложении. Оно не мгновенно. Оно мне не остановило хп. А не но мне должно моментально было восстановить хп, как только ее закинул по себе. Чтобы вы понимали. Супер моментально. Но меня не захиливает. Видите, у меня хп не фул. Странно. Очень-очень странно. Что-то тут насрали. А что насрали непонятно пока. Ну давай я типа сниму все шмотки. Посмотрим вот так вот. Хил. Я кидаю доходку и должно моментально захилить. 75% было. Подожди, подожди. Мне 5000 захилило? Подожди. Тут двойная ходка что ли первая? Подожди, подожди. Я могу это проверить так сказать по-другому? Подожди, подожди. Я. Я. Оно как будто бы двойной ходкой меня захилило. Сейчас я в банк выложу шмотки. Ненужная. Дживс. Банк. Куча хлама выложить просто ненужного. Такс. Хватит по мне спамить. Кто-то сейчас в ЧС улетит, мне кажется. Причем очень быстро. Такс. Выносим все шмотки с себя. И надеваем обратно. Хорошо. Так, я в бревне и кидаю по себе ходку. 11000 хп у меня сейчас. 11000? Двойной отхил как будто прилетел. Или оно так и хилит. 2900. Так, я пока ничего не понял, но очень интересно. Ладно. Должна была ходка моментально захилить. Так. Пошли дальше. Ппшка. Мы знаем ппшку и мы можем 5 ппшек кинуть по себе. Сейчас должно появиться на мне омоложение. Применение природной стремительности снижено на 90 секунд, а ее активация дает вам 5 зарядов милости кинария. Где 5 зарядов милости кинария? Так, давай-ка я поменяю спек и обратно прыгну. Как будто бы ты 4 нифига не поменялось, если честно. Видимо написать написали, а сменить ничего не сменили, видимо. Ибо я пока ничего не понимаю. Из того, что здесь вообще добавлено. То есть ходка должна хилить моментально. Нету. И 50 секунд надо ждать. Короче, как будто бы оно... Я даже не понимаю, но не работает. А про век секторами бонусами известность Проведение будут в ближайшее время. Все, хорошо. Увидим. Хорошо. Пошли дальше. Глобальное изменение. Воин. Оборонительная стойка теперь дает дополнительно... Подожди, оборонительная стойка теперь дополнительно повышает угрозу на 50%. Молодцы, молодцы. Ну, можно... О, я подумаю о том, чтобы взять про товар оврейт. Еще подумаю. После этого нововведения. Праведная Нисоса теперь дополнительно повышает исходящую угрозу от магии света на 35%. Протопала тоже апнули. Медведю апнули на 55%, а ДК апнули на 25%. Зачем апнуть ДК? Действительно хороший вопрос. Протовары не держит игрок, как и медведя. Посмотрим, что будет сейчас. Потому что протоваров и медведей брать в рейд вообще не хочется. Посмотрим, что с этим сделают по итогу. Это глобальные изменения, это не Т4 по итогу. Итого, что мы имеем. Не знаю, что мы имеем по итогу. Мы имеем двух хилов, которых можно якобы теперь брать в рейд. И мы имеем двух танков, которых можно теперь начать брать в рейд. Это протовары и медведя. Это все как будто бы Т4 изменения, вообще в принципе изменения в ПВЕ контенте. Но опять же, как я уже сказал, как будто бы имеет смысл теперь эридара качать. Но посмотрим уже по метасирусу через месяцок, в чем люди будут играть. Дичижеус же стал не таким имбовым, как будто бы. Эридары имеют блинг, эридары имеют дополнительный урон, исцеление, сопротивление на секундочку. Это минус несколько процентов урона. Плюс-минус урона не лутают даже эридары. Минус 4% еще лутают. От того, где-то почти чуть ли не 10% они лутают минус урона. В общем, довольно приятно. Ну или минус 5% сопротивления, там минус урона и все такое. В общем, как-то вот так вот. Увидим дальше, что будет.